Глава пятая. В садах Цаам. Это было вторичное нападение именно в тот момент, когда земляне выключат защитное поле. Фародис, настаивавшая на выключении поля, все-таки взяла верх. Она убедила пилотов корабля в том, что в олигархическом государстве обратная связь неминуемо слаба. Пока известие о том, что поле снято и можно повторить нападение, пробьется к Верховному Владыке, темное пламя успеет опуститься. Звездолет кружил над планетой Яньях, приноравливаясь к назначенному месту посадки. Этот вдававшийся в море мыс был слишком мал для громадного, неповоротливого ЗПЛ. Открыли еще две смотровые шахты, земляне не могли оторваться от них, впервые рассматривая планету на столь близком расстоянии. Темное пламя делал последние витки на высоте около 250 километров. Немного более плотная, чем у Земли, атмосфера уже начала нагревать рассекавший ее корабль. Планета Яньях не казалась голубой, как Земля. Преобладающий оттенок был фиолетовый, большие озера среди гор выглядели почти черными, с золотистым отливом, а океаны густо-аметистовыми. Там, где сквозь неглубокую воду просвечивали мели, море угрюмо зеленело. Земляне с грустным чувством вспоминали радостный зеленый оттенок Тибета, каким они видели его в последний раз с такой же высоты. Параллельные ребра рассеченных низких гребней, вереницы теснящихся друг на друга пирамид, лабиринты сухих долин на необозримых плоскогорьях Яньях казались светло-коричневыми с фиолетовым оттенком. Местами тонкий растительный покров набрасывал на изрытую и бесплодную почву шоколадное покрывало. Колоссальные излияния морщинистых темно-серых лав отмечали область экваториальных разломов. Вокруг этих мрачных зон почва приобрела кирпичный цвет, а по удалению от лавовых гор становилось все желтее. Симметричные борозды песчаных дюн морщинили пустынное побережье, и планета казалась необитаемой. Лишь присмотревшись, земляне увидели, что вдоль больших рек и в низменных котловинах, где почва голубела от влажных испарений, большие площади были разбиты на правильные квадраты. Затем проступили дороги, зеленые острова городов и огромные бурые пятна подводных зарослей на морских мелководьях. Облака здесь не дробились пушистыми комочками, перистыми полосами или рваными слепительно-белыми полями, как на земле. Здесь они громоздились чешуйчатыми зернистыми массами, скучиваясь над морями хвостового и головного полушарий. Звездолет пронизала вибрация. Это гриф рифт включил охладители. Окутанный серебряным облаком корабль ринулся вниз. Экипаж на этот раз встретил перегрузку торможения не в магнитных камерах, а в амортизационных креслах и на диванах. И снова, бессознательно соблюдая незримую грань, семеро одетых в металлическую броню собрались на диване отдельно от всех остальных звездолетчиков. Место и время посадки темного пламени, как потом уже узнали земляне, держалось на Яньях в строгом секрете. Поэтому лишь немногие обитатели планеты видели, как громада корабля, внезапно возникшая из глубины неба, нависла над пустынным мысом. Горячий столб тормозной энергии ударил в рыхлую почву, подняв пыльный и дымный смерч. Бешено крутящаяся колонна долго не поддавалась напору морского ветра. Ее жаркое дыхание распространилось далеко по морю и по суше, навстречу спешившим сюда длинным громыхающим машинам, набитым тормозянами в одинаковых лиловых одеждах. Они были вооружены. У каждого на груди висели коробки с торчащими вперед короткими трубками. Застегнутые жарким дыханием смерча машины остановились в почтительном отдалении. Тормонтиане всматривались в пылевую завесу, стараясь понять, что это – благополучный спуск или… или катастрофа? Постепенно, сквозь серовато-коричневую мглу, начал проступать темный купол звездолета, стоявший так ровно, как будто он опустился на заранее подготовленный фундамент. К удивлению Тормонтиан, даже заросли высокого кустарника вокруг корабля оказались неповрежденными. Пришлось прорубать дорогу, чтобы пропустить машины с эмблемой четырех змей, предназначенной для прилетевших. Непосредственно у самого звездолета растительность все же была уничтожена, и почва расплавилась, образовав гладкую кольцевую площадку. Внезапно основание звездолета утонуло в серебристом облаке. На Тормонтиан повеяло холодом. Через несколько минут почва остыла. В корабле открылись два круглых люка, напоминавших широко расставленные громадные глаза. Выпуклые полированные поверхности их загорелись зловещим отблеском в лучах красного светила, пробившихся сквозь клубы редеющей пыли. Тормонтиане в Лиловом, пробиравшиеся полукольцом через кустарник, остановились, оглядываясь на застрявшие позади машины. Оттуда по цепи передали распоряжение не подходить ближе. Нечеловеческий мощный выдох пронесся над мысом. Спиральное движение воздуха закрутило листья, куске обгоревших веток и осевшую пыль, вознося их высоко к фиолетовому небосводу. Ветер подхватил и отнес мусор в пустынное море. Без промедления над кольцеобразным выступом основания купола корабля расползлись в сторону толстые броневые плиты. Выдвинулась массивная труба диаметром больше человеческого роста. На конце ее изящно и бесшумно развернулся веер из металлических балок, под которым опустилась на почву прозрачная клетка подъемника. Затаив дыхание, жители Тормонса смотрели на эту блестящую, как хрусталь, коробку. Феородис, шедшая впереди по трубчатой галереи, взглядом прощалась с остающимися членами экипажа. Они выстроились в ряд и, стараясь скрыть тревогу, провожали уходящих улыбками и ласковыми пожатиями. У рычагов подъемника стоял Гриф Рифт. Он задержал металлический локоть Родис, шепнув с непривычной для него мягкостью «Фай, помните, я готов все взять на себя. Я сотрую город с лица планеты и разрою его на глубину километра в случае, если мне нужно будет выручить вас». Фай Родис обняла командира за крепкую шею, привлекла к себе и поцеловала. «Нет, Гриф, вы никогда не сделаете этого». В этом никогда было столько силы, что суровый звездолюдчик покорно наклонил голову. Перед жителями планеты Ян-Ях появилась женщина в костюме черного цвета, похожем на те, которые были разрешены лишь высшим сановником города в средоточии мудрости. Металлические стойки на воротнике держали перед лицом гостей прозрачный щиток. На плечах в такт шагам вздрагивали змеобразные трубки, ослепительно блестели треугольное зеркальце, словно священные символы власти. Рядом, блестя вороненной крышкой, проворно семенил девятью столбиками ножками какой-то механизм, неотступно следовавший за женщиной земли. Один за другим выходили и ее спутники – три женщины и трое мужчин, каждый в сопровождении такой же механической девяти ножки. Больше всего поразили встречавших ноги пришельцев, обнаженные до колен. Они блестели разноцветным металлом, а на пятках выступали зубцы вроде коротких шпор. Металл блестел и в разрезах мужских рубашек, и в широких рукавах женских блуз. Жители Яньях с удивлением увидели, что лица землян, гладкие, покрытые ровным загаром, по существу ничем не отличались от белозвездных людей, как тормонсиане называли себя. Они поняли, что металл на телах пришельцев – это лишь плотно прилегающая и очень тонкая одежда. Двое важного вида тормонсиан сошли с высокой и длинной повозки, изогнувшись в зарослях на подобие членистого насекомого. Насекомого. Они встали перед Фаеродис и рывком поклонились. Женщина земли заговорила с ними на чистом языке Яньях. Но голос ее, звенящий и высокий, металлического тембра, зазвучал из цилиндра на спине сопровождающего механизма. Родичи, разлучившиеся с нами на двадцать веков, наступило время встретиться снова. Тормонсиане отозвались нестроенным шумом, переглядываясь между собой с видом чрезвычайного изумления. Украшенные эмблемами змей сановники поспешно приблизились и пригласили гостей к большому экипажу. Старший по возрасту сановник извлек из нагрудной сумки лист желтой бумаги, исписанный красивыми знаками Яньях. Склонив голову, он начал выкрикивать слова так, что его услышали и люди в звездолете, и тормонсиане, стоявшие поодаль за кустами. При первых же словах сановника тормонсиане почтительно вытянулись и одинаково склонили головы. «Говорит великий и мудрый Чоя Чагас. Его слова к пришельцам. Вы явились сюда на планету счастья, легкой жизни и легкой смерти. В великой доброте своей народ Яньях не отказывает вам в гостеприимстве. Поживите с нами, поучитесь и расскажите о нашей мудрости, благополучии и справедливом устройстве жизни в тех неведомых безднах неба, «Откуда вы так неожиданно пришли?» Оратор умолк. Земляне ожидали продолжения речи, но сановник спрятал бумажку, выпрямился и взмахнул рукой. Тормонсиане ответили громким ревом. Фероди заглянулась на спутников, и Чеди могла бы поручиться, что зеленые глаза на бесстрастном лице ее руководительницы смеялись, как у проказливой школьницы. Дверь в борту машины раскрылась, и Родис шагнула на опустившуюся ступеньку. Робот-девятиножка, иначе верный ЦДФ, устремился было следом, но старший сановник сделал протестующий жест. Мгновенный, за его спиной возник плотный, одетый в лиловая человек с нашивкой в виде глаза на левой стороне груди. Фероди уже поднялась в машину, а ЦДФ уцепился передними конечностями за край подножки, когда человек в лиловом энергично пнул робота ногой прямо в колпак из вороненного металла. Предостерегающий крик Родис, обернувшийся слишком поздно, замер на ее губах. Тормотянин взлетел в воздух и, описав дугу, рухнул в чащу колючего кустарника. Лица охранника высказились яростью, они готовы были броситься к ЦДФ, направляя на него раструбы нагрудных аппаратов. Феродис простерла руку над своим роботом, опустила заграждавший лицо щиток, и впервые сильный голос женщины Земли раздался на планете Яньях без передающего устройства. «Осторожно! Это всего лишь машина, служащая сундуком для вещей, носильщикам, секретарем и сторожем. Машина совершенно безвредна, но устроена так, что пуля, выпущенная в робота, отлетит назад с той же силой, а удар может вызвать поле отталкивания, как это сейчас случилось. Помогите лучше вашему слуге выбраться из кустов и оставьте без внимания наших металлических слуг». Тормонтианин, заброшенный в колючки, барахтался там, завывая от злобы. Охранники и оба сановника попятились, и все семь ЦДФ влезли в повозку. В последний раз земляне окинули взглядом темное пламя. Уютный и надежный кусочек родной планеты одиноко стоял среди пыльной поляны на ярко освещенной чужим светилом равнине. Люди Земли знали, что шестеро оставшихся безотрывно следят за ними, но темнота в глубине люка и галереи казалась непроницаемой. Повинуясь знаку сановника-змееносца, как назвала его и виза, звездолётчики опустились в глубокие мягкие сидения, и машина, раскачиваясь и подпрыгивая, понеслась по неровной дороге. Где-то под полом гудели двигатели. Звилась коричневая тонкая пыль, скрыв купол тёмного пламени. Раструбы мощного компрессора сдували пыль назад. Земляне осмотрелись. Сопровождавшие во главе с двумя змееносцами уселись поодаль, не проявляя при этом ни дружелюбия, ни враждебности, ни даже простого любопытства. Однако Родис уловила жадную и опасливую пытливость в их украдкой бросаемых на неё взглядах. Так могли бы вести себя дети далёкого прошлого земли, которым под страхом наказания велели не ознакомиться с пришельцами и сторониться их любой ценой. Высадка землян держалась в тайне. Бешено мчавшаяся машина вначале не привлекала внимания всё более многочисленных пешеходов или людей в высоких, жутко раскачивавшихся на ходу повозках. Но слухи о гостях земли каким-то образом разнеслись в городе, средоточая мудрости. Через четыре земных часа, когда машины стали приближаться к столице планеты, по краю широкой дороги уже толпились люди, все без исключения молодые, в рабочей одежде однообразного покроя, но всевозможных при этом расцветок. Остались позади коричневые сухие равнины. Очень тёмная и плотная зелень рощ чередовалась с правильной геометрией возделанных полей, а длинные ряды низких домиков с массивными кубами, очевидно, заводских зданий. Наконец, под колесами машины нестерпимо засверкало зеркально-стеклянное покрытие улицы, подобное тем, какие видели звездолётчики в телевизионных передачах планеты. Вместо того, чтобы углубиться в город, машины повернули на дорогу, обсаженную высокими деревьями с тёмно-оливковой корой прямых стволов. Длинные ветви, напоминавшие опахало, были направлены к дороге, и кулисообразно перекрывали соседние деревья. Дорога уходила в тень, как будто в глубину сцены сквозь бесконечные ряды декораций. Внезапно деревья-кулисы уступили место тройному ряду невысоких деревьев, похожих на жёлтые конусы, опрокинутые вверх основанием. Между ними, в треугольных просветах на фоне тёмно-лилового неба, виднелась усеянная пёстрыми цветами вершина холма, господствовавшего над столицей. Глухая четырёхметровой высоты голубая стена ограничивала овальное пространство, в котором клубилась, точно стремясь переплеснуться через верх, густая роща серебристо-зелёных, подобных елем деревьев. Этот сад или парк за пёстрым ковром поляны показался прекрасным после бурых, коричневых и тёмно-шоколадных степей, простёршихся под густым лиловым небом на протяжении трёхсот километров пути от звездолёта до столицы. Что это за роща? Впервые нарушила умолчание Файродис, обратившись к старшему змееносу. — Это сады Цаам, — ответил тот, слегка кланясь, — место, где живёт сам великий Чоя-Чагас и его высокие помощники, члены Совета Четырёх. — А разве мы едем не в город? — Нет. В своей бесконечной доброте и мудрости великий приютит вас в садах Цаам. Вы будете его гостями всё время, пока не покинете планету Ян-Ях. А вот мою цель. Дальше не может проехать ни одна машина. Старший сановник с неожиданным проворством открыл заднюю дверцу и вылез на стеклянную гладь площадки перед воротами. Он поднял перед лицом сверкнувший диск и скрылся в отворившемся сбоку проходе. Второй змееносец, всё время молчавшись, жестом пригласил землян покинуть машину. Звездолётчики собрались перед воротами, разминаясь и поправляя трубки биофильтров. Вернорин и Чеди Дан отошли назад, чтобы попытаться охватить взглядом многоярусное сооружение с внутренними выступами и позолоченными гребнями, служившее воротами садов Цаам. — И тут змея! — воскликнула Чеди. — Вы заметили? На груди сановников, на бортах машин, и вот теперь здесь, на воротах дворца, ладык. — Ничего удивительного, — возразил астронавигатор, — ведь они с Земли, где этот символ так часто встречался в древних цивилизациях. Змея неспроста была выбрана атрибутом сатаны и власти. Она обладает способностью гипноза, проникает всюду и ядовита. — Не представляю, как они избавляются от пыли в таких хрупких и сложных архитектурных формах, — сказала подходя Ивиза Танет. — Без человеческих рук здесь не обойтись, но это опасное занятие, — ответил Вернорин. — Следовательно, не ценятся ни руки, ни жизни, — заключила Чеди, — быть может, чересчур поспешно. Ее слова потонули в громовом реве, раздавшемся из небольшой башенки в центре надвратного перекрытия. — Приветствую вас, чужие! Ходите без страха, ибо здесь вы под высокой защитой Совета Четырех, высших избранников народа Яньях и лично меня и их главы! — С последним словом распахнулись огромные створки ворот. Земляне улыбнулись. Заверения владыки Тормандса были напрасны, никто из них не испытывал и даже тени страха. Звездолетчики пошли по упругим плитам, гасившим звуки шагов. Дорога описывала резкие зигзаги, напоминавшие знаки молнии, издавно употреблявшиеся на земле. — Не слишком ли много слов о безопасности? — спросила Чеди с едва заметным оттенком нетерпения. — И поворотов, — добавила Ивиза. Сквозь гущу деревьев вырисовывались громоздкие линии архитектуры дворца, тяжко расплывшегося за ковром желтых цветов, острые конические соцветия которых торчали жестко и не колебались под ветром. — Высоченные. В четыре человеческих роста двери казались узкими. Темные панели дверей были покрыты блестящими металлическими пирамидками. Роботы ЦДФ, все семь, вдруг устремились вперед, издавая непрерывный тревожный звон. Они выстроились перед дверями, преграждая путь звездолетчикам, но через несколько секунд смолкли и раступились. — Пирамидки на дверях под током! — ответил на вопросительный взгляд Файродис, выступивший вперед Ген Атл. — Да, но заряд уже выключили, — подтвердил Турлик, державшийся в стороне и с явной неприязнью изучавший архитектуру садов ЦАО. Внезапно и бесшумно раскрылась темная высокая щель дверного прохода, и земляне вступили в колоссальные высоты зал, резко разграниченный на две части. Передняя, с полом из шестиугольных зеркальных плит, была на два метра ниже задней, усланной толстым черно-желтым ковром. Лучи высокого светила проникали сквозь красно-золотые стекла, и от этого возвышенная часть зала была пронизана каким-то волшебным сиянием. Там восседали в знакомом порядке неизменные четыре фигуры, одна впереди и в центре, три другие слева и немного сзади. В низкой части зала царил тусклый свет, пробивавшийся из потолка между гигантских металлических змей, укрепленных на выступах, и разевавших клыкастые пасти над гостями с земли. Зеркальные плиты отбрасывали неясные разбегавшиеся тени, которые усиливали тревожное смятение, овладевавшее всяким, кто осмеливался стать лицом к лицу, с советом четырех. Властители Торманса, очевидно, уже были оповещены обо всем, что касалось землян. Они не выразили удивления, когда увидели забавных девятиножек, семенивших около блестевших металлом ног звездолетчиков. Повинуясь знаку Файродис, все семь СДФ выстроились в линию на сумеречном зеркальном полу. Земляне спокойно взошли по боковой лестнице на возвышение и остановились, молчаливые и серьезные, не спуская глаз с владык планеты. Помедлив, Чоя Чагас встал навстречу Файродис и протянул ей руку. То же самое, но более поспешно сделали остальные трое. Всего секунду понадобилось Родис, чтобы вспомнить забытые на земле древние формы приветствия. Она пожала руку владыки, как тысячи лет назад ее предки пожимали руки другим, свидетельствуя об отсутствии в них оружия и злых намерений. Впрочем, вряд ли оружие отсутствовало здесь на самом деле. В каждом углублении стены между сияющими окнами скрывалась еле зримая фигура. Один, два, три, восемь неподвижных людей сосчитал Торлик. Их лица не выражали ничего, кроме угрожающей готовности. Можно было не сомневаться, что по единому знаку эти окаменелые фигуры превратятся в нерассуждающих исполнителей любого приказа. Да, любого. Это явственно отражалось на тупых лицах с массивными костями черепа, проступающими под гладкой, смуглой кожей. Их лица не удержалась от шалости и послала стражам самые чарующие взгляды, на которые она была только способна. Не увидев реакции, она изменила свою тактику и выражение ее лица стало умильно восхищенным. Это подействовало. У двух ближайших к ней стражей по щекам разлился лиловатый румянец. Земляне сели в кресло с растопыренными в виде когтистых лап ножками. Звездолючки молчаливо рассматривали сложные узоры ковра, а напротив, с невежливой пристальностью, изучая гостей, так же молча сидели члены Совета Четырех. Молчание затягивалось. Вернорин и Файродис, сидевшие ближе других к владыкам, могли уловить их шумное дыхание. Дыхание людей, далеких от спорта, физического труда или аскетической воздержанности. Чоя Чагас переглянулся с тонким и жилистым Гентлаши, уже известным земляном под сокращенным именем Генши, ведущим миром и покоем планеты Торманс. Тот вытянул шею и сказал, слегка присвистывая, «Совет Четырех и сам великий Чоя Чагас хотят знать ваши намерения и пожелания». Чеди внимательно посмотрела на владыку планеты, не понимая, как может человек, наверняка умный, слушать глупую лесть. Но лицо Чоя Чагаса не выдавало никаких чувств. «Совет Четырех знает все наши желания», — ответила Фаеродис. «Нам нечего прибавить к тому, что мы попросили по видеосвязи». «Ну а намерение?» — вкратчиво спросил Генши. «Скорее приступить к изучению Яньях и ее народа». «Как вы предполагаете это сделать? Отдаете ли вы себе отчет в непосильности задачи в такой короткий срок изучить столь огромную планету?» «Это зависит от двух факторов», — спокойно ответила Родис. «От сотрудничества ваших хранилищ знаний, памятных машин, академий и библиотек, и от скорости ваших средств передвижения по планете. Нелепо думать, что мы сами сможем узнать все то, что накоплено тысячелетиями труда ваших ученых. Но нам под силом отобрать существенное и вникнуть в суть жизни народа Яньях через его историю, литературу, искусство. Многое мы можем записать памятными машинами звездолета. Мы хотели бы увезти на Землю побольше информации». «Разве вы поддерживаете прямую связь со звездолетом?» — быстро спросил Зетук, недавний оппонент Родис по телевидению. «Разумеется. И мы рассчитываем показать вам многое из записей памятных машин звездолета». «К сожалению, наши CDF не могут развернуть проекцию на большом экране. Каждый робот рассчитан на аудиторию не более тысячи человек. Семь CDF одновременно покажут фильмы семи тысячам зрителей». Гэнши привстал с плохо скрываемым беспокойством. «Я думаю, что это не понадобится. Почему? Народ Яньях не подготовлен для таких зрелищ. Я не понимаю». С едва заметным смущением улыбнулась Родис. «Ничего удивительного!» Вдруг сказал молчавший все время Чоя Чагас, и при звуке его голоса, резкого, повелительного и нетерпимого, остальные члены Совета вздрогнули и повернулись к владыке. «Здесь многое вам будет непонятным. А то, что вы сообщите нам, может быть ложно истолкованным. Вот почему мой друг Гэнши опасается показа ваших фильмов. Но ведь любое недоумение может быть разрешено только по знаниям. Следовательно, тем важнее показать нам как можно больше», — возразила Родис. Чоя Чагас лениво поднял руку ладонью к землянам. «Не будем обсуждать пришедшее только на порог понимание. Я прикажу институтам, библиотекам, хранилищам искусства подготовить для вас сводки и фильмы. У нас, видимо, нет таких памятных машин, о которых вы говорите, но информация, закодированная в мельчайшие единицы, имеется по двум потокам — слова и изображения. Все это вы получите здесь, не покидая садов ЦААМ. При скорости движения наших газовых самолетов, — Чоя Чагас помедлил, — «около тысячи километров на земной час вы быстро достигнете любого места нашей планеты». Настала очередь землян обменяться удивленными взглядами. Владыка Торманса знал земные меры. «Однако, — продолжал Чоя Чагас, — вам следует сказать заранее, какие места вы хотите посетить. Наши самолеты не могут опускаться везде, а кроме того, не все области планеты Ян-Ях безопасны. Может быть, мы сначала познакомимся с общей планетографией Ян-Ях и потом наметим план посещения?» — предложил Ородис. — Это правильно, — согласился Чоя Чагас, вставая и неожиданно приветливо сказал. — А теперь пойдемте в отведенные вам комнаты дворца. И пошел впереди, ступая бесшумно по мягким коврам через боковой ход по коридору, стены которого поблескивали тусклым металлом. — А неужели эта маска всегда будет прикрывать ваше лицо? Он чуть притронулся к прозрачному щитку перед лицом Феородис. — Не всегда, — улыбнулось-то. — Как только я стану безопасной для вас и... и мы для вас, — Владыка, понимающий, кивнул. — Поэтому я не зову вас разделить с нами еду. Вот здесь... — он обвел руками обширный зал с большими окнами, стекла которых были затемнены внизу. — Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. — До завтра! — Феородис благодарно поклонилась. Земляне осмотрели комнаты. Двери в них находились напротив окон по левой стороне. Затем они все снова собрались в зале. — Странная архитектура. У нас так строят психолечебницы, — сказала Эвиза. — А почему верховный владыка так назойливо уверяет нас в безопасности? — спросила Тевиза. — Следовательно, ее нет. — Серьезно сказала Родис. — Выбирайте комнаты, а мы обсудим, кто куда поедет, чтобы я могла высказать ваши пожелания Чоя Чагасу. Заметив удивление на лицах своих спутников, она пояснила. — Я уверена, что Чоя Чагас поспешит побеседовать со мной тайно. По их представлениям, я ваша владычица, а властители должны говорить наедине. — Неужели, — изумилась Эвиза. В давние времена на земле это приносило неизмеримое бедствие. Но будем учтивыми гостями и подчинимся тому, что привычно для наших хозяев. Мне надо заранее знать ваши желания и ваши советы, иначе как я буду отвечать владыке? — Может быть, сначала Чедди суммирует свои наблюдения при облете тормоза? — сказал Вернорин. — Тогда и нам будет легче выбирать линию поведения. — Я не думаю, что я узнала больше, чем вы, — смутилась Чедди. — Может быть, если Фай поможет, я попытаюсь. Мы столкнулись с обществом, своеобразным аналогом, которому не было в истории Земли или некоммунистических цивилизаций других планет. Пока не ясно, являлось ли оно дальнейшим развитием монополистического государственного капитализма или же муравьиного лжесоциализма. Как вы знаете, обе эти формы смыкались в нашей земной истории подобным между собой установлением олигархических диктатур. На первых порах на Земле социализм подражал капитализму в его гонке за материальной мощью и массовой дешевой продукцией, иногда принося в жертву идеологию воспитания искусства. Некоторые социалистические страны Азии пытались создать у себя социалистическую систему как можно скорее, принося в жертву все, что только было можно, и хуже всего – невосполнимые человеческие природные ресурсы. В то же время в наиболее мощной капиталистической стране эры разобщенного мира Америки, ставшей на путь военного диктата, стало необходимостью сконцентрировать все важнейшие отрасли промышленности в руках государства, чтобы исключить флюктуацию и сопротивление предпринимателей. Это совершилось без подготовки необходимого государственного аппарата. Именно в Америке с ее антисоциалистической политикой гангстерские банды пронизали всю промышленность, государственный аппарат, армию, полицию, всюду неся страх и коррупцию. Началась борьба со всеусиливающимся политическим влиянием бандитских объединений, начались политические терроры, вызывавшие усиление тайной полиции и в конечном итоге захват власти олигархией гангстерского типа. Муравьиный лжесоциализм был создан в Китае, тогда только ставшим на путь социалистического развития путем захвата власти маленькой группой, которая с помощью недоучившейся молодежи разгромила государственный аппарат и выдвинула как абсолютно непререкаемый авторитет великого величайшего солнцеподобного вождя. В том и другом случае конечным результатом была бесчеловечная олигархия с многоступенчатой иерархической лестницей. Подбор на этой лестнице происходил по признаку бездумной и безответственной преданности, подкрепляемой дешевым подкупом. Монополистический государственный капитализм невозможен без олигархии, ибо при неизбежном падении производительных сил можно хорошо обеспечить лишь привилегированную верхушку. Следовательно, создавалось усиление инфернальности. Бесчисленные преступления против народа оправдывались интересами самого этого народа, который на деле рассматривался как грубый материал исторического процесса. Для любой олигархии было важно лишь то, чтобы этого материала было побольше, чтобы всегда существовала невежественная масса, опора их единовластия и войны. Между такими государствами возникло нелепое соревнование по росту народа-населения, потянувшее за собой безумное расточительство производительных сил планеты, разрушившее великое равновесие биосферы, достигнутой миллионами веков природной эволюции. А для материала, то есть народа, бессмысленность жизни дошла до предела, обусловив наркоманию во всех видах и равнодушие ко всему происходящему. Чади помолчала и закончила. Мне думается, что на Тормоте мы встретили олигархическое общество, возникшее из государственного капитализма, потому что здесь есть остатки религии и очень плохо поставлено дело воспитания. Капитализм заинтересован в техническом образовании и поддерживает проповедь религиозной морали. Муравьиный лже-социализм, наоборот, тщательно искореняет религию, не заинтересован в высоком уровне образования, а лишь в том минимуме, который необходим, чтобы массы послушно воспринимали великие идеи владык. Для этого надо, чтобы люди не понимали, где закон, а где беззаконие, не представляли последствия своих поступков и полностью теряли индивидуальность, становляясь частицами слаженной машины угнетения и произвола. «Ну а как же мораль?» – воскликнула Тевиса. Мораль, мораль в зависимости от обстоятельств диктуется свыше. Кроме морали религиозного и обычного права, возникшего из общественного опыта, есть духовные устои, уходящие корнями в тысячи веков социальной жизни в диком состоянии, у цивилизованного человека, скрытые в подсознании и сверхсознании. Если и этот опыт утрачен в длительном угнетении и разложении морали, тогда ничего от человека не остается. Поэтому ничего постоянного в индивидуальностях быть не может, кроме отсутствия инициативы и, пожалуй, еще страха перед вышестоящими. Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам, возникавшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед богами заставлял людей ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки. «Но ведь это толпа!» Сказала Эвиза. Конечно, толпа. Подавление индивидуальности, оно сводит людей в человеческое стадо. Так было в темные века земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей. К несчастью, главная религиозная книга наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций, белой, была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. Для другой великой цивилизации прошлого, желтой, учение Конфуция породило безответственную покорность обстоятельствам жизни. Но вы меня заставляете отклониться от экономики и психологию. Я заканчиваю. На тормонсе классовое капиталистическое общество, олигархия, властвующее над двумя основными классами, одинаково угнетенными, классам образованных, которые по необходимости живут дольше, иначе невыгодно их учить, и классам необразованных, которые умирают в 25 лет. И вы, вроде, согласны, с утверждениями, Чеди? Спросил Вернолин. Мне они кажутся вполне вероятными, только не совсем ясна грань между госкапитализмом и муравьиным лжесоциализмом. Может быть, общество тормонса возникло из второго? Может быть, согласилась Чеди. Если они признают науку лишь как средство захвата и утверждения власти, а мораль как способ заставить единообразно мыслить огромные массы людей, но и сами тогда, будучи невежественны, а моральны, находятся под прессом опасений и подозрений. Для такого общественного строя типичны две фазы. Первая – заставить плодиться и размножаться, как кроликов, пока планета еще не освоена, внедряя священный долг размножения через религиозную мораль. А вот вторая фаза – это поспешное уничтожение прежних духовных устоев, когда теснота перенаселения вызвала необходимость абсолютной покорности неисчислимых людских масс. В том многомиллиардном море человечества тормонса стерлась индивидуальность, утонули выдающиеся в науке и искусстве люди. И потребовалось внедрить долг и обязанность ранней смерти. «Не думается, Чеди права», сказала Файродис. «Ее вывод о ненаучности управления верен. То и другое, и быстрое размножение и уничтожение огромных масс людей происходило стихийно, без цели и смысла. Так что даже вся эта чудовищная жестокость в результате все равно оказалась напрасной». Отвергая социальную науку, правители тормонса не исследовали, дает ли прирост населения увеличение числа одаренных особей. Или наоборот, уменьшает это число. Делается ли отдельный человек счастливее и здоровее, или возрастает горе и несчастье? А приорном можно сказать, что при таком бесчеловечном строе усиливалось горе. Наверняка ничего даже отдаленного, похожего на нашу Академию Горья и Радости, не могло быть здесь. А вот ресурсы планеты истощались. «Скажите нам, Родис», попросила Ивиза, «Неужели и у нас на Земле когда-то было нечто подобное? Я изучал историю, но недостаточно, а этот трудный переходный период истории человечества, эру разобщенного мира, вообще представляю себе плохо. В чем его суть? В этот период начали формироваться госкапиталистические формации с тенденцией распространиться по всей планете. Именно в этой фазе государственного капитализма выявилась вся бесчеловечность такой системы. Едва устранилась конкуренция, как сразу же отпала необходимость в улучшении и удешевлении продуктов производства. Трудно представить, что утворилось в Америке после установления этой формы. В стране, избалованной обилием вещей, олигархия властвует лишь ради своих привилегий. Существу этой формы в неравенстве распределения, не обусловленном ни собственностью на средства производства, ни количеством и качеством труда. В то же время во главе всего стоит частный вопрос личного успеха, ради которого люди готовы на все, не заботясь ни об обществе, ни о будущем. Все продается и дело лишь только в цене. Лжесоциализм, усвоив от государственного капитализма демагогию и неизбыточные обещания, смыкаются с ним в захвате власти группой избранных и в подавлении, точнее даже в физическом уничтожении инакомыслящих, воинствующем национализме, в террористическом беззаконе и неизбежно приводящем в итоге к фашизму. Как известно, без закона нет культуры, даже нет цивилизации. В условиях лжесоциализма великое противоречие личности и общества не может быть разрешено. Все ту же скручивается пружина сложности взаимной кооперации отдельных элементов в высшем организме и высшем обществе. Самая страшная опасность организованного общества, чем выше организация, тем сильнее делается власть общества над индивидом. И если борьба за власть ведется наименее полезными членами общества, то вот это и есть оборотная сторона организации. Чем сложнее общество, тем больше в нем должна быть дисциплина, но дисциплина сознательная, следовательно, необходимо все больше и больше развития личности, ее всесторонняя многогранность. Однако при отсутствии самоограничений нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром, когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и пытаясь забраться в высшее, получает комплекс неполноценностей и срывается в изуверство и ханжество. Вот отчего даже у нас так сложно воспитание и образование, ведь оно практически длится всю жизнь. Вот отчего ограничено «я так хочу» и заменено на «так необходимо». А кто же был первым на этом пути? Неужели опять СССР? Заинтересовалась виза. Да, опять СССР. Первая страна социализма. Именно она пошла великим путем по лезвию бритвы между ганстеризующимся капитализмом, лжесоциализмом и всеми их разновидностями. Советские люди решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искренить условия и само понятие капиталистического успеха. Искоренить всяческих владык, больших, малых, в политике, науке, искусстве. Вот ключ, который привел наших предков к эре мирового воссоединения. Его мы не нашли на Тормасе, потому что здесь, 2000 лет спустя после эры мирового воссоединения, еще существует инферно, олигархия, создавшая утонченную систему угнетения. Для борьбы с этой системой надо создать людей высокой психофизиологической тренировки, подобно нам, безвредным в своем могуществе. И прежде всего научить их бороться со всепроникающей избранностью, системой противопоставления владык и толпы, всеведущих ученых и темных невежд, звезд и бесталантных элиты и низшего рабочего класса. В этой системе корень фашизма и развращение людей Тормаса. Всем мироземлян сидели на широком диване багряно-красного цвета. Сквозь высокое окно какой-то толстой пластмассы розового оттенка виднялись деревья сада, пронизанные лучами светила Тормаса. В отличие от земного солнца, оно не описывало дуги по небу, а медленно и величаво спускалось почти по отвесной линии. Его лучи сквозь розоватые окна оказались лиловыми. Бронзовые лица звездолётчика приобрели угрюмый зеленоватый оттенок. «Итак, решено», сказал Вернорин, чей ЦДФ исполнял обязанности секретаря и кодировал результаты совещания для передачи на тёмное пламя. «Решено», подтвердила Родис. «Вы останетесь в столице среди учёных и инженеров. Торлик и Тевиса пересекут планету от полюса до полюса, побывая в заповедниках и на морских станциях. И виза в медицинских институтах. Чеди и Ген будут изучать общественную жизнь, а я займусь историей Торманса. Сейчас надо связаться с кораблём, а потом спать. Наши хозяева рано ложатся и рано встают». Действительно, едва угасли последние лучи заката, и под высоким потолком автоматически включилось освещение, как настала полнейшая тишина. Иногда можно было заметить в темноте сада тени, медленно ходивших стражей, и снова всё застывало, как в мёртвой воде сказочного озера. И визе стало душно, и она подошла к окну, стала возиться с затвором. Широкая рама распахнулась, прохладной, по-особенному пахнущей воздух сада чужой планеты повеял в комнату, и в тот же момент мерзко завыла труба. Со всех сторон побежали люди, светя фонарями и угрожающе поднимая чёрные воронки своего оружия. Ивернорин над ним прыжком оказался около ошеломлённой визы и захлопнул окно. Вой прекратился. Норин жестами пытался успокоить столпившихся под окном стражей. Фонари погасли, охранники разошлись, и земляне дали волю своим чувствам, подтрунивая над возмущённой и визой. «Я убеждён, что нас слушают и видят всё время», сказал Торлик. «Хорошо, что язык земли абсолютно пока ещё непонятен Тормансу. У них нет ещё наших текстов достаточной длины», воскликнула ревиза. «Мне думается, его легко расшифруют», возразила Чеди. «Слишком много сходных слов и понятий. По сути дела, это один из языков пятого периода эры разобщённого мира, просто изменившийся за двадцать два столетия». «Как бы то ни было, наши разговоры пока непонятны и не будут излишне беспокоить владык Яньях», сказала Родис. «Следует всё-таки иногда экранироваться с помощью ЦДФ, чтобы не вводить их в интимные стороны нашей жизни. Например, сейчас, когда мы будем говорить со звездолётом». Чёрно-синий ЦДФ Родис вышел к центру комнаты. Под его колпаком загудел дальний проектор ЦДФ и комната погрузилась во мрак. Звездолётчики уселись поплотнее на диване. С противоположной стороны вспыхнул зелёный свет и зазвучали мелодичные звуки песни о ветке Ивы над горной рекой. Ясные, торопливо двигавшиеся контуры людей вдруг обозначились резко и объёмно, как будто оставшиеся в корабле перелетели сюда, в сады ЦАМ и сели рядом, в этой высокой комнате дворца. Экономя энергию батарей ЦДФ, сила которых могла понадобиться на более важные дела, каждый сжато передал свои впечатления первого дня на Тормонсе. Рекорд краткости побил Торлик, говоривший последним. Много пыли, слов о величии, счастье и безопасности. Вместе с этим страх и хранительное устройство, которое не для безопасности, а наоборот для того, чтобы сделать Лады Ктормонса недоступными. Лица людей хмурые, даже птицы и тени поют. Когда погасло стереоизображение и связь со звездолётами прервалась, Рудис сказала, «Я не знаю, как вас, а меня предохранительная сыворотка и биофильтры клонят в сон». Сонливое состояние вместо обычной жажды деятельности испытывали все. И Виза сочла это нормальным явлением и предупредила, что звездолётчики будут вялыми ещё дня три-четыре. На следующее утро едва семеро землян успели позавтракать, как явился сановник в угольно-чёрном одеянии с вышитыми на нём голубовато-серебристыми змеями. Он пригласил Файродис на свидание с самим великим Чоя Чагасом. Остальным членам экспедиции он предложил прогулку по садам Цаам, пока не настанет время идти в центральный круг сведений, куда передадут информацию по приказу великого Чоя Чагас. Файродис, послав товарищам воздушный поцелуй, вышла в сопровождении молчаливого охранника в Лиловом. Почтительно кивая, он показывал дорогу. У одного из входов, прикрытых тяжёлым ковром, он застыл, раскинув руки и согнувшись пополам. Файродис сама отбросила ковёр и тотчас распахнулась тяжёлая дверь, которая, как все двери на тормозе, поворачивалась на петлях, а не вдвигалась в стену, как в домах земли. Файродис очутилась в комнате с тёмно-зелёными драпировками и резной мебелью чёрного дерева, которую земляне уже видели со звездолёта по секретному каналу телепередач. Чоя Чагас стоял слегка прикасаясь пальцем к хрустальному переливчатому шару на чёрной подставке. Вблизи Великий мало походил на свои отображения на экране. Чагас улыбнулся хитроватой и ободряющей, рукой приглашая её садиться, и Родис улыбнулась ему в ответ, уютно располагаясь в широком кресле. Чоя Чагас уселся поближе, доверительно наклонился вперёд и сложил руки, как бы приготовившись терпеливо слушать свою гостью. Теперь мы можем говорить вдвоём, как и подобает вершителям судеб. Пусть звездолёт только песчинка в сравнении с планетой, но психологической ответственности полнота власти одна и та же. Фаерудис хотела было возразить. Подобная формула применительна к ней не только неверна, но и морально оскорбительна для человека Земли, но сдержалась. Было бы смешно и бесполезно обучать закоренелого олигарха основам земной коммунистической этики. «Каковы нормы человеческого общения у вас на Земле?» продолжал Чоя Чагас. «В каких случаях вы говорите правду?» «Всегда». «Это невозможно». «Истинной непреложной правды нет. Есть ее приближение к идеалу, тем ближе, чем выше уровень общественного сознания человека». А при чем тут оно? Когда большинство людей отдают себе отчет в том, что всякое явление двустороннее, что правда имеет два лица и зависит от изменяющейся жизни, значит, нет абсолютной правды. Погоня за абсолютным – одна из самых тяжких ошибок человечества. Получается односторонность, то есть полуправда, а вот она хуже, чем прямая ложь. Та обманет меньшее число людей и не так страшна для человека знающего». «И вы всегда держитесь этого правила?» «Неотступно», твердо ответил Родис и тут же про себя смутилась, вспомнив инсценировку, разыгранную на звездолете. «Тогда скажите правду. Зачем вы явились сюда, на планету Ян-Ях?» «Я повторяю наше прежде объяснение. Наши ученые считают вас потомками землян пятого периода древней эпохи, которую называют на Земле эры разобщенного мира. ЭРМ. Вы должны быть нашими прямыми родичами. Да неужели это не очевидно? Достаточно взглянуй на нас с вами». «Народ Ян-Ях. Иного мнения», раздельно сказал Чойчагас. «Но допустим, что сказанное вами верно. Что дальше?» «А дальше нам, естественно, было бы вступить в общение. Обменяться достигнутым, изучить уроки ошибок, помочь в затруднениях, может быть, слиться в одну семью?» «Вот оно что!» «Слиться в одну семью, так решили вы, земляне, за нас». «Слиться в одну семью, то есть покорить народ Ян-Ях, таковы ваши тайные намерения». Фародис выпрямилась и застыла, в упор глядя на Чойчагаса. Зеленые ее глаза потемнели. Какая-то незнакомая сила сковала волю председателя Совета Четырех. Он подавил мимолетное ощущение испуга и сказал, «Пусть наши опасения преувеличены, но ведь вы не спросили нас, явившись сюда. Надо ли мне называть все причины, по которым наша планета отвергает всех и всяких пришельцев из чужих миров? Особенно из мира столь похожих на вас людей?» Подсказала Родис мысль, затаенную Чагасом. Тот скользнул по ней подозрительным взглядом узких глаз. «Ведьма, что ли?» и утвердительно кивнул головой. «Я не могу поверить, что люди Ян-Ях отказались бы взглянуть в океан безбрежного знания, открытый им через нашу планету и все великое кольцо. Я не знаю, что это такое. Тем более, Родис удивленно посмотрела на Чуачагаса и наклонилась поближе. «Разве для вас не главное умножение красоты, знания, гармонии и в человеке, и в обществе?» «Это ваша правда, а наш это ограничение знаний, ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которого он сознает свое ничтожество и теряет веру в себя. Разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Счастье человека быть в ладу с теми условиями, в которых он рожден и будет пребывать всегда, ибо выход из них это смерть, ничто, погасшая на ветру искра, и мы создали здесь счастье не для того, чтобы его разрушили пришельцы, пусть даже претендующие на кровное родство с нами. Это счастье моллюска, укрывшегося в раковину, который вот-вот раздавит неизбежное стечение обстоятельств, которое раньше называли на земле, да и сейчас называют у вас судьбой. У нас все предусмотрено без знания, а недавние катастрофические последствия перенаселения. Вся ваша планета покрыта кладбищами, десятки миллиардов жертв невежества и упорства, горько сказала Фаэродис. Обычная расплата за цивилизацию, лишенную мудрости. Допустить слепое переполнение экологической ниши, как у любого вида животных, это печальный и позорный результат для гомо-сапиенс, человека мудрого. Вот как? Вам известна история Яньях откуда? Недобро прищурился Чоэчегас. Это только обрывок из сообщения чужого звездолета, наблюдавшего вашу планету 280 лет назад. Ему отказали в посадке ваши предшественники, тоже воображавшие, будто они держат в своих руках судьбу планеты. Фаэродис сказал это насмешливо и резко, понимая, что только так можно пробить скорлупу самоуверенного величия этого человека. Чоэчегас вскочил и смерил Родис с головы до ног таким взглядом, от которого у подвластных ему людей подкашивались ноги и терялась речь. Женщина земли изучению. Люди земли давно научились тонко чувствовать психологическую атмосферу, окружавшую каждого человека и по ней судить о его мыслях и чувствах. Уничтожение несогласных прием древний и ныне устаревший, сказала она, читая мысли владыки. Не только за посланцев других миров, вестников космического братства разума, но и за людей своего народа в конце концов придется ответить. Каким образом, сдерживая бешенства спросил Чуачагас, если исследователи установят на планете вредноносную жестокость и намеренную дезинформацию, препятствия для путей к познанию, что ведет к невежеству населения, тогда они могут апеллировать к арбитражу Великого Кольца. И тогда мы лечим болезни не только отдельных людей, но и целых обществ. И особенное внимание уделяем профилактике социальных бедствий. Вероятно, следовало бы сделать это на планете Ян-Ях несколько столетий назад. Вы с поучениями явились, когда мы уже сами выпутались из труднейшего положения, успокаиваясь, сказал председатель Совета Четырех. Вы знаете, что земляне раньше не могли преодолевать гигантское пространство. Да и мы не подозревали, что наши предки с земли смогли удалиться на такое невероятное расстояние. И вот если бы не исследователи Сцефея, впрочем, зачем мы напрасно тратим время? Попробуйте отбросить роль всесильного владыки. Помогите нам узнать вас и попытайтесь сами узнать нас. А результат определит и дальнейшее ваше решение. А ваши? А я не могу решать единолично ничьих судеб, даже судеб доверившихся мне спутников. Вот почему я не владыка в вашем понимании. Я приму это к сведению, сказал Чоя-Чагас, снова ставший любезным и усадивший Родис на прежнее место. Думали ли вы уже о планах знакомства с нашей планетой? Фая-Родис изложила намеченный вчера план. Чоя-Чагас выслушал внимательно и к удивлению Родис не высказал ни одного возражения. Он стоял, посматривая на хрустальный шар и как будто задумавшись. Родис умолкла и он, не отводя глаз от шара, дал согласие на все поездки своих гостей. С одним лишь условием, вдруг повернулся он к Фая-Родис, чтобы вы пока оставались гостей садов Ца. В качестве заложницы? Полушутя, полусерьезно спросила Родис. О нет, что вы! Просто я первым должен узнать про свою прародину, иронически ответил он. Неужели вы ничего не знаете о ней? Чуя-Чагас чуть сдрогнул и уклонился от всепонимающих зеленых глаз. Разумеется, мы с белых звезд, как установлено нашими учеными, а вы совсем другие, вы не видите себя со стороны, не понимаете, насколько вы отличны от нас. Прежде всего, у вас неслыханная быстрота движений, мыслей, сочетающейся непонятным образом с уверенностью и очевидным внутренним покоем. Все это может довести до бешенства. Это плохо. Вы открываете таимую в глубине неполноценность, которая является матерью всякой жестокости. Когда к власти приходят люди с таким комплексом, они начинают сеять вокруг себя озлобление и унижение, оно расходится подобно кругам по воде, вместо примера доблести и служения человеку. Чепуха. Это только вам так кажется, за людям с чуждой нам психикой. Файродис встала так быстро, что Чуя-Чагас весь подобрался от неожиданности, как хищный зверь. Но она только прикоснулась к хрустальному шару, заинтересовавшему ее своими особенными цветовыми переливами. Эти гадальные шары для аутогипноза умели делать на Земле только в Японии пять тысячелетий тому назад. Древние мастера вытачивали их из прозрачных естественных кристаллов кварца. Главная оптическая ось кристалла ориентирована по оси шара. Для гадания нужны два шара. Один ставят осью вертикально, другой горизонтально, как ваш тор, ваша планета. А где же второй шар? Остался у предков на белых звездах. Возможно. Равнодушно согласилась Родис, словно потеряв интерес к дальнейшему разговору. Впервые в жизни председатель Совета Четырех ощутил необыкновенное смятение. Он опустил голову. Несколько минут оба молчали. Я познакомлю вас с моей женой, внезапно сказал Чуя-Чагас и бесшумно исчез за складками зеленой ткани. Файродис осталась стоять, не отводя взгляда от шара и слабо улыбаясь каким-то своим мыслям. Внезапно она протянула руку к поясу и вынула крохотную металлическую трубку. Приложила ее к подставке гадального шара и ничтожная пылинга черного дерева, вполне достаточная для анализа, оказалась в ее распоряжении. Файродис не догадывалась, что она удостоилась неслыханной чести по меркам планеты Торманс. Личная жизнь члена Совета Четырех всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не сходят до столь житейских дел, как женитьба. Зато мгновенно могут получить в любовницы любую женщину планеты Яньях. На самом деле владыки брали с жен и любовниц лишь из узкого круга наиболее преданных им людей. Чуачагас вошел бесшумно и внезапно. По-видимому, это было его обыкновением. Он метнул быстрый взгляд по сторонам и лишь потом посмотрел на неподвижно стоявшую гостью. «Они на месте», тихо сказала Родис. «Только...» «Что только?» Нетерпеливо воскликнул Чуачагас и в два шага пересек комнату и отдернул склачетую драпировку, ничем не отличавшуюся от обивки стен. Внише за ней стоял человек широко раскрытыми глазами, смотрел на своего господина. Чуачагас гневно закричал, но страшный двинулся с места. Чуачагас бросился в другую сторону. Родис остановила его жестом. Второй тоже ничего не соображает. «Это ваши шутки?» Вни себя спросил Владыка. «Я опасалась встретить непонимание, вроде как вчера, с окном». С оттенком извинения призналась Родис. «И вы можете так каждого? Даже меня?» «Нет. Вы входите в ту пятую часть всех людей, которые не поддаются гипнозу. Сначала надо поломать ваше подсознание. Впрочем, вы это знаете. У вас собранная тренированная воля, могучий ум. Вы подчиняете себе людей не только влиянием славы, власти, соответствующей обстановкой, хотя и этими способами вы пользуетесь отлично. Возьмем, к примеру, ваш приемный зал. Вы наверху в озарении, внизу в сумерках все другие, ничтожные служители». «Разве плохо придумано?» Спросил Чуачега с ноткой превосходства. «Эти вещи давно уже известны на земле и куда более величественны. Например, в древнем Китае император, он же сын неба, ежегодно совершал моления об урожее. Он шел из храма в специальную мраморную беседку, алтарь, через парк, дорогой, по которой имел право ходить только он один. Дорога была поднята до верхушек деревьев парка и вымощена тщательно уложенными плитами мрамора. Император шел в полном одиночестве и тишине, неся сосуд с жертвы. Всякому, кто подвертывался нечаянно там, внизу, под деревьями, немедленно отрубали голову. «Значит, для полного величия мне следовало бы вчера отрубить голову всем вам?» «Ну, оставим это. Как вы справились с моими стражами?» «Очень просто. Они же тренированы на безответственность и бездумное подчинение. Это влечет за собой потерю разумного восприятия, тупость и утрату воли, главного компонента устойчивости. Это уже не индивидуальность, а биомашина с вложенной в нее программой. И нет ничего легче, чем заменить эту программу». Из-за драпировки, так же внезапно, как и ее муж, появилась женщина, необыкновенной для тормозянки красоты. Одному роста своеродис, но гораздо более хрупкая, она двигалась с особой гибкостью, явно рассчитанной на внешний эффект. Волосы, такие же черные, как уродис, но матовые, а не блестящие, были зачесаны назад с высокого гладкого лба, ложась на виски и затылок тяжелыми волнами. На темени сверкали две переплетенные змеи с разинутыми постями, точно отчеканенные из светлого с розоватым отливом металла. Ожерелье этого же металла в виде узорных квадратов, соединенных розовыми камнями с алмазным блеском, охватывало высокую шею и спускалось четырьмя сверкающими подвесками в ложбинку между грудей, едва прикрытых фестонами упругого корсажа. Покатые узкие плечи, красивые руки и большая часть спины были обнажены, отнюдь не в правилах повседневного костюма Торманса. Длинные, слегка раскосые глаза под ломанными бровями смотрели пристально и властно, а губы крупного рта с приподнятыми уголками были плотно сомкнуты, выражая недовольство. Женщина остановилась бесцеремонно рассматривая свою гостью. Файродис первая пошла навстречу. Не обманывайте себя, негромко сказала она, вы бесспорно красивы, но прекраснее всех быть не можете, как и никто в этой вселенной. Оттенки красоты бесконечно различны и в этом богатство мира. Жена владыки сощурила темные коричневые глаза и протянула руку жестом величия, в котором проступало что-то нарочитое, детское. Файродис, уже усвоившая приветствие Торманса осторожно сжала ее узкую ладонь. Как вас зовут, гость из земли? Спросила та высоким рисковатым голосом, отрывисто будто приказывая. Файродис, звучит хорошо, хотя мы привыкли к иным сочетаниям звуков. А я Ян Трияхах в обыденном сокращении Ян Ях. Вас назвали по имени планеты? Воскликнула Родис. Удачное имя для жены верховного владыки. По губам женщины Торманса пробежала презрительная усмешка. Что вы? Это планету назвали моим именем? Не может быть. Переименовывать планету с каждой новой властительницей какой громадный и напрасный труд в переписке всех обозначений, сколько путаницы в книгах. Хлопоты с изменением имен пустяк, вымешался в Чоя Чагас. Нашим людям не хватает занятий и всегда найдутся работники для такого дела. Файродис впервые смутилась и молча стояла перед владыкой планеты и его прекрасной женой. Они оба по-своему истолковали ее смущение и решили, что настал благополучный момент для завершения аудиенции. Внизу в желтом зале вас ждет инженер, приданный вам для помощи в получении информации. Он будет всегда находиться здесь и будет являться по первому вашему зову. Вы сказали инженер? Переспросила Родис. Я рассчитывала на историка. Ведь я невежда в вопросах технологий. Кроме того, у нас на Земле история важнейшая отрасль знаний. Это наука наук. Чтобы распоряжаться информацией, нужен инженер. У нас это так. Чоя Чагас снисходительно усмехнулся. Благодарю. Родис поклонилась. О, мы встретимся еще не раз. Когда вы покажете мне фильмы о Земле? Когда захотите. Хорошо. Я выберу время и сообщу. Да. Чоя Чагас кивнул на драпировке. Верните их в прежнее положение. Можете подать сигнал. Они свободны. Чоя Чагас щелкнул пальцами и в ту же секунду оба стража вышли из укрытия со склоненными головами. Один из стражей пошел впереди Фаеродис через коридоры до зала, завешанного черными драпировками и усланного черными коврами. Отсюда лестница черного камня двумя полукружиями спускалась к золотисто-желтому нижнему залу. Страж остановился у Балюстрады и Фаеродис пошла вниз одна, чувствуя странное облегчение, как будто за угрюмой чернотой вверху осталась ее тревога о судьбе экспедиции. Посреди на желтом ковре стоял человек бледнее обычного тормосьянина с густой черной короткой бородой, похожий на старинный портрет эпохи эры разобщенного мира. Могучий лоб, густые брови, нависшие на чуть выпуклыми фантастическими глазами, узкая дуга черных усов. Человек будто в трансе смотрел, как спускалась по черной лестнице женщины Земли, поразительно правильные и твердые черты лица, которые были полускрыты прозрачным щитком. Нечто нечеловеческое исходило от сияния ее широко раскрытых зеленых глаз под прямой чертой бровей. Она смотрела как бы сквозь него беспредельные ей одной ведомые дали. Тормансианин сразу понял, что эта дочь мира не ограничена в одной планете, открытого простором вселенной. Преодолев минутное смятение, он подошел. «Я Хантелла Толлофрейль», четко произнес он трехсловное имя, обозначавшее Ниширанг. «Я Файродис». «Файродис, я послан в ваше распоряжение. Мое имя сложное, особенно для гостей с чужой планеты. Зовите меня просто Тейль». Инженер улыбнулся застенчиво и добро. Родис поняла, что это первый по-настоящему хороший человек, встреченный ею на планете Яньях. «А у вас есть какие-нибудь приставки к имени, обозначающие уважение, отмечающие ум, труд, геройство, как у нас на земле?» «Нет, ничего подобного нет. Всех коротко называют «ГЖИ», краткожитель, жительница. Ученых, техников, людей искусства, не подлежащих ранней смерти, называют «ДЖИ», долгожителями, а к правителям обращаются со словами «Великий», «Всемогущий» или «Повелитель». Фаэродис обдумывала услышанно, а инженер нервно водил по ковру носком своей обуви, твердой, скрипучей, в отличие от бесшумных, мягких туфель, змееносцев. «Может быть, вы хотите выйти в сад?» «Почти робко предложил он». «Там мы можем...» «Пойдемте, Таэль», сказал Фаэродис, даря инженеру улыбку. Он побледнел, повернулся и пошел впереди. Через окно дверь, они спустились в сад, в его узкие аллеи, распланированные совсем по земному. Фаэродис осматривалась, припоминая, где она видела нечто похожее. В какой-то из школ третьего цикла в Южной Америке. Безлепестковые цветы диски и ярко-желтые по краям и густо-фиолетовые в середине, качавшиеся на тонких голых стеблях над бирюзовой травой, ничем не напоминали землю. Чуждо выглядели и желтые врунковидные деревья. Через биофильтр едва уловимо проникал пряный запах других цветов, резкого синего оттенка, гроздьями свисавших с кустарника вокруг овальной полянки. Фаэродис сделала шаг к широкой скамье, намереваясь присесть, но инженер энергично показал другую сторону, где конический холмик увенчивала беседка в виде короны с тупыми зубцами. «Это цветы бездумного отдыха», пояснил он. «Достаточно посидеть там несколько минут, чтобы погрузиться в оцепенение без мыслей, страха и забот. Здесь любят сидеть верховные правители и слуги, уводят их в назначенное время, иначе человек может пробыть тут слишком долго». Тормансянин и гости земли поднялись в беседку с видом на сады Цаам. Далеко внизу, за голубыми стенами садов, у подножия плоскогорья раскинулся огромный город. Его стеклянные улицы поблескивали наподобие речных проток. Но именно воды-то и не хватало даже в садах Цаам. Под землей в скрытых трубах шумели ручейки и кое-где вливались скромные бассейны. От высоченных ворот даже сюда доносилась нестройная музыка, слитный шум голосов, смех и отдельные выкрики. «Там что-то происходит?» спросил Ородис. «Ничего. Там стражи и прислуга садов. Почему же они так не воздержаны? Разве живущие здесь правители не требуют тишины?» «Я не знаю». В городе шума гораздо больше, во дворце не слышно, а удобство других им безразлично. Слуги владык никого не боятся, если угодны своим господам. Тогда они их очень плохо воспитывают. А зачем? И что вы понимаете под этим словом? «Ну, я понимаю под этим прежде всего умение сдерживать себя, не мешать другим людям. В этом единственная возможность сделать совместную жизнь хорошей для всех без исключения». «Вы хотите сказать, что вы достигли такого на земле?» «Мы достигли гораздо большего. Мы достигли высших ступеней восприятия и самодисциплины, когда думаешь прежде всего о другом и только потом о себе. Это невозможно. Это достигнуто уже тысячелетия назад». «Значит, и у вас не всегда было так?» «Ну, конечно». Человек преодолел бесчисленные препятствия. Но самым трудным и главным было преодоление самого себя не для единицы, а для всей массы людей. А вот после этого сразу все стало просто. Понимать людей и помогать им принесло каждому человеку ощущение собственной значимости. Заметьте, для этого не требуется ни особенного таланта, ни исключительной интеллектуальности, следовательно, это и есть дорога наибольшего количества людей. Они почувствовали, как становятся все более чуткими, искусными и широкими, с громадным преимуществом перед узкими интеллектуалами хотя бы и самыми умными. Инженер помолчал, прислушиваясь к далекому реву радио и людскому гомону. А теперь расскажите мне о способах хранения информации на планете Ян-Ях и помогите получить ее. А что вас интересует прежде всего? Меня интересует история заселения планеты с момента прихода сюда ваших людей и до последнего времени. Особенно интересны для меня периоды максимальной заселенности и последовавшего за ним резкого спада населения Ян-Ях. Конечно, с экономическими показателями и изменением преобладающей идеологии. Все, что касается нашего появления здесь запрещено. Также запрещена вся информация о периодах большой беды и мудрого отказа. Я не понимаю. Владыки Ян-Ях не разрешают никому изучать так называемые запретные периоды истории. Невероятно. Послушайте, мне кажется, здесь какое-то недоразумение. Ну, хорошо. Познакомьте меня хотя бы с той историей, которая разрешена, но только с точными экономическими показателями и статистическими данными вычислительных машин. Данные вычислительных машин никогда никому не показываются и ранее не показывались. Для каждого периода они обрабатываются специальными людьми в секретном порядке. Обнародуются только разрешенные. Какое же значение эти сведения имеют для науки? Почти никакого. Каждый период правители старались представить таким, каким хотели. Подождите, у вас тут есть возможность добыть подлинные факты? Ну, лишь косвенным путем. В рукописных мемуарах, в литературных произведениях, избежавших цензуры или уничтожения. Фародис встала. Инженер Тола Фрейль тоже поднялся, потупившись, униженный в своем рабстве исследователя. Фародис положила руку на его плечо. «Так и поступим», мягко сказала она. «Сначала общий очерк истории в разрешенном объеме, потом постарайтесь достать все, что уцелело от прошлых цензур, расправлений, вернее, искажений и прямой дезинформации. Не печальтесь, на Земле тоже были похожие периоды. А что получилось позднее, вы скоро увидите». Инженер молча проводил ее до дворца.